Сегодня в Балаковском районном суде был вынесен приговор Артёму Вадикову, бывшей звёздочке Балаковского спидвея. Он был лишён права управлять транспортным средством, однако всё равно сел за руль. В его крови был алкоголь, но и это не помешало ему выехать на дорогу. В итоге ДТП со смертельным исходом, которое произошло 30 декабря накануне нового 2017 года. Вадиков совершил управление автомобильным в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административным наказаниям за невыполнение требований о прохождении, осредительность в состоянии опьянения нарушения лицом управляющим автомобилем, находящим в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекший по неосторожности смерть человека при следующих обстоятельствах. Как сообщил сам Артём Вадиков во время дачи показаний, в ночь перед пришествием он употреблял спиртное. На утро ему необходимо было попасть в жилгородок из новых районов. Он понимал, что находится в состоянии алкогольного опьянения и что не имеет права садиться за руль. Около моста Победы он столкнулся с автомобилем ДПС. От удара его машину развернуло, и он помчался в обратную сторону, скрываясь от погони. Увидев на пешеходном переходе человека, Вадиков не успел среагировать, сбил пожилую женщину, выскочил из автомобиля и бросился бежать. Женщина скончалась на месте от множественных травм и разрыва внутренних органов. Фрагменты тела погибшей нашли в нескольких метрах от места ДТП. В качестве истов выступали два сына погибшей. Судья Алексей Черемисин удовлетворил их требования о возмещении морального ущерба и выплате компенсации на погребение матери. У Артема Вадикова есть 10 дней на обжалование приговора. На основании изложенного руководства статьями 307-309 УК РФ суд приговорил Вадикова Артема Павловича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264-1, частью 4 статьи 264 УК РФ и назначить ему наказание по статье 264-1 УК РФ в виде обязательных работ сроком на 240 часов в совершении права заниматься дети, связанных с управлением транспортными средствами сроком на 2 года. По части 4 статьи 264 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев в совершении права заниматься дети, связанных с управлением транспортными средствами сроком на 3 года. На основании части 2 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим наказанием окончательно Водихову назначено наказание в виде лишения свободы строгом на 4 года 6 месяцев в колонии поселения с лишением права заниматься деятельностью в связи с управлением транспортными средствами строгом на 3 года. Меру пресечения доступления приговора законную силу Водихову оставить прежнее заключение под сражи и в колонию поселения Водихову направить под конвоем.